Доброе утро! Доброе утро! Программа Утренний Экспресс. Сегодня пятница, 26 апреля, и мы встречаем в гостях Михаила Юрьевича Карпухина, заведующего кафедрой овощеводства и плодоводства Уральской государственной академии. Аграрный университет. Аграрный университет. Саш, ну что такое? Наш еженедельный эксперт. Михаил Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. О ком будет? О ком? Сразу не о чем, а о ком? Да, дело в том, что приближаются все равно, как бы и мы ждем очень сильно, да, вот эти теплые дни. Да, и теплые дни обязательно будут, они постепенно придут. Но самое главное, надо подготовиться, как бороться с вредителями на садово-городном участке. И в первую очередь я хотел бы порекомендовать всем садоводам закупить ловчие пояса, которые... Какие? Ловчие. Из собачьей шерсти? Нет. А какие же ловчие пояса? Липкие такие клейкие ленты, да, которые, значит, завязываются на штамбе дерева, да, потому что нужно помнить, что все вредители, как правило, идут снизу вверх и поднимаются по стволу. Я думал, на себя какие-то пояса наденешь. Прям как ты снизу вверх идешь? Нет, на себя только от клещей сейчас надо. Вот. Это тоже немаловажно. Да, немаловажно, потому что энцефалит это тоже страшно. А вот что касается вредителей, то как раз мы делаем такой ловчий пояс, да, поплотнее его вокруг штамба дерева делаем, на высоте где-то около 30 сантиметров, да, можно чуть повыше. Вот. И вредитель, который поднимается по стволу, он просто прилипает к этому поясу, да, потом раз в неделю пояс мы снимаем, убираем. Отпускает? Нет, просто... Все уже, он как это, как тазики с цементом просто. Да, хорошо. Вот. И так вот, конечно, мы должны делать вот именно тогда, когда вот как раз начнутся теплые дни. Вообще, активация таких вредителей, она идет, когда температура воздуха уже превысит плюс 12, плюс 15 градусов. Кто первый из вредителей просыпается? Ну-ка. Ну, вообще, первые из вредителей, как правило, просыпаются различные личинки, да, личинки. Вот. Затем бабочки, и так вот идет это постепенно, жучки там и так далее, разные-разные. Но самое главное, что их нужно вовремя уничтожить для того, чтобы снизить популяцию и тем самым снизить повреждение своих растений. Михаил Юрьевич, вот вы сказали, через неделю мы снимаем вот этот ловчий пояс и потом вновь его надеваем? Да, да. Вот так вот в течение трех недель нужно обязательно сделать для того, чтобы выловить всю популяцию этих вредителей. Потом спад идет какой-то, правильно? Да, потом идет спад, вот, и потом уже, в принципе, этого делать не нужно. Вот. Но если вдруг повреждение, допустим, цветоед, там, да, вот когда цветение и так далее, то при выходе бутонов, да, придется, конечно, обрабатывать такими препаратами, допустим, как фитфитоверм, там, и так далее, и так далее. Ну, а какие еще есть способы профилактики, вот, от вредителей? Помимо ловчего пояса. Конечно, лучше всего, вот, под кроной дерева, да, не на большую глубину, где сантиметра 4-5, взрыхлить, да, вот почву это делают и с осенью, и весной это лучше сделать. Почему? Потому что те вредители, которые находятся на поверхности, вы их закрываете небольшим слоем почвы, они уже выйти оттуда не смогут, да, то есть они просто погибают. Они в заперти. Да, вот там ку-ку пусти, нет, нет. Вот это можно сделать, конечно, если вдруг остались еще, допустим, гнезда боярышницы, которые зимой, знаете, как на паутинке висят такие листики завернутые, да, вот это, конечно, нужно снять, убрать и сжечь, да, чтобы вот эта личинка не вышла на основное дерево. Вот это вот тоже надо посмотреть. Ну, и понятно, что весной, весной нужно смотреть по зеленому конусу, когда вот набухают почки, да, уже смотреть этих, допустим, сейчас можно будет по зеленому конусу очень на смородине увидеть почкового клеща. Да, то есть сама почка становится как качанчик капусты, вот такой толстый такой, да, вот их нужно, конечно, всех выломать и сжечь, чтобы это все убрать. Ну, и при обрезке, вот при обрезке, когда вот сейчас как раз люди заканчивают обрезку, да, вот если в центре, допустим, смородину тут же отрезаете, и внутри такой, как ход, да, это стеклянница, то есть вот эти старые ветви тоже обрезать и сжечь, чтобы уничтожить этого времителя. Вот, все сжигаем. Господа, я надеюсь, вы запомнили все советы от нашего эксперта, потому что, ну, вредителям не место в наших садах и огородах. В садах и огородах. Правильно. Спасибо, Михаил Юрьевич Карпухин. Спасибо. Если у вас есть вопросы, дорогие друзья, к Михаилу Юрьевичу, пожалуйста, присылайте на нашу почту, и Михаил Юрьевич постарается в следующие появления свои в нашей студии ответить на все интересующие вас вопросы. Саш, а вот у Михаила Юрьевича, может, тоже вопрос есть для наших телезрителей. У нас же сегодня кроссвор дня. Михаил Юрьевич, первый вопрос, пожалуйста, к вашим услугам читайте. Первый вопрос. Первый вопрос. Человеку известно почти 260 тысяч разновидностей этого. О чем речь? О чем идет речь? Вот, номер один циферка появилась. Это первое слово по вертикали из шести букв оно состоит. Человеку известно почти 260 тысяч разновидностей этого. О чем идет речь? Ждем ваших вариантов. Продолжение следует...